Здравствуйте, товарищи! Относительно недавно прошла новость, и мы это показывали и в своих выпусках новостей на канале Сталинград 21 век, и Анатолий Несмеян в своих передачах упоминал. Новость эта заключалась в том, что в Российской Федерации впервые за всю историю был принят ГОСТ 42.7.01-2021. Это ГОСТ о захоронениях в мирное и военное время. Я подчеркиваю, в мирное время, о массовых захоронениях. Сегодня у нас в гостях Владимир Васильевич Квачков, и мы попробуем разобраться, почему вдруг ни с того ни с сего появился, возник этот ГОСТ. Здравия желаю, Владимир Васильевич. Здравствуйте. Вот вы как говорили, все эти называли эти ГОСТы, ныне рай их. А во мне сразу возникает почему-то картинка, или картинка, или такая реминесценция, когда президент Белоруссии Лукашенко провел в назидании всем парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В 20-м году. Да, в 20-м году, да. А уже к этому времени, вот эта вот модная болезнь, она уже всю бушевала в средствах массовой информации. Я помню одну такую ссылку. Теперь на белорусских кладбищах не будет места для захоронений. Потому что после такого грубейшего нарушения указаний мировой закурицы, а потом как нужно вести себя, Лукашенко все-таки нарушил. И люди прошли в сон в строю. Кстати, скажу вам, мало кто понял и осознал подколку военную Лукашенко, когда его батальон, который шел на параде на Красной площади в Москве, прошел в разломкнутом строю с дистанции в полтора метра. Это вот, скажу вам... Троллинг. Да, это военные поняли всю эту подколку. Ну, ладно. Так вот, безусловно, проблема захоронений существует. Допустим, в Афганистане мы всех воинов отправляли индивидуально на родину. Поэтому проблема захоронений, безусловно, существует давно. И ничего нового... Есть там один какой-то такой комментарий, что в этом госте нет ничего нового. Нет ничего нового, кроме того, что о массовых захоронениях в мирное время. То есть, с какой-то стати, вот сейчас, вот в это якобы мирное время, разрабатывается ГОСТ о массовых захоронениях. Вот что важно. И даже, может быть, не очень существенно, какая разница между прежними методичками. Они тоже были. Это же все проходит по ведомству гражданской обороны. Мы привыкли, что, так называемый, у нас есть МЧС. Нет никакого МЧС. Никакого министерства по чрезвычайным ситуациям в России нет. Это выдумка гражданина или господина Шойгу. Он нам не господин. Да. Я господин говорю в кавычках так вот, потому что для меня слово господин тоже претит. Это слово сударь, сударыня, товарищ, братья и сестры, братья казаки, это мендор. А господин это не для меня. Так вот, в этой ситуации, зачем понадобилось в мирное время разрабатывать ГОСТ для гражданской обороны? Потому что официальное название – это комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Так называется вот эта структура. Да, она в своих правах, ее, по-моему, директор и председатель, он приравнивается к министру. Поэтому для журналистов можно назвать МЧС, но когда вы официально называете комитет министерством, да еще министерство по чрезвычайным ситуациям. Это как министерство правды, министерство любви, министерство еще чего-нибудь может придумать. В принципе, вот эта тема массовых захоронений, она, безусловно, связана прежде всего с военными действиями, какими-то техногенными катастрофами важными, то есть очень серьезными. Но даже здесь, я скажу вам, вот в Спитаке тоже были массовые захоронения, но они проходили с соблюдением соответствующих гражданских правил. Потому что если человек охоронит, каждый человек в мирное время есть человек. Вот, и он в военном времени человек, но их захоронения все-таки в условиях массовой потери могут быть и в братских могилах. Это естественно, потому что, вот мой родной дядя похоронен в братской могиле в Белоруссии, он там погиб, другой в Сталинграде. Сейчас даже я бы не хотел, чтобы наш разговор пришел бы к какой-то технической детали, как мы сейчас почитали, уже там сколько тракторов, сколько человека часов. То есть они четко все посчитали и прописали. Они четко все... Вот зачем? Зачем в мирное время власть, не наша власть, считает, сколько ей потребуется тракторов, сколько рвов нужно выкопать, и сколько человек может туда закопать? Вот это главное. То есть среди множества проблем, которые сейчас существуют в стране, связанные с утратой работы, с снижением служебной активности людей, вообще жизни человеческой в России, почему вдруг теперь на фоне вот этого бесовства психического, психологического, теперь еще добавляется что? А теперь мы подсчитаем-ка... Это же они жулики. Им важно все перевести в деньги и в расчеты. Поэтому для них... Сколько мы этих вот рашенов будем травить и доводить до смертной могилы, нужно теперь посчитать, а во что нам это обойдется? И вот для меня вот эта сама по себе постановка вопроса о ГОСТах для массовых захоронений в мирное время не связана ни с чем, кроме целенаправленного уничтожения русского и других коренных народов России. Это еще одно свидетельство. Нас собираются массово уничтожать. И уже для нас готовят могилы. Вот чему смысл вот этого ГОСТа. Владимир Васильевич, но они же могут сказать, что страшный шарик с шипами. И он причина. Хотя даже если брать их статистику, в прошлом году сверхсмертность 688, из них от шарика, по их данным, там... Меньше процента. Да. То есть это говорит о том, что 688 тысяч в прошлом году, это я так понимаю, что это только разминка была. Дело в том, что на самом деле против нас ведется война. Причем это стало почему-то такой расхожей фразой, да. Против нас ведется война. Люди, да-да, война против нас ведется. И быстренько на работу. Да, на работу. Кредитик гасить. Кредиты, ипотеку плати, там что-то еще заказывать себе, через этих вот рикш, которые по Москве гоняют с этими. А она на самом деле идет. Вот это явление, явление, появление ГОСТа о массовых захоронениях военное и мирное время, подчеркиваю, это явление войны. Это явление войны. И те, кто против нас ее ведет, и их нынешние колониальные халуи, которые приняли эту доктрину, они сейчас готовятся к исполнению тех планов по целям и задачам уничтожения нас здесь. Это явление войны. Это не просто ГОСТик какой-то или ГОСТ, ну там, мало ли, ГОСТ, на зеленое сукно, на телефон или еще на что-нибудь. Это ГОСТ на наше убийство. Вот в чем смысл вот этого ГОСТа. И они это уже не скрывают. Они не считают нас людьми, которые способны на спротивление, ну, на угрожающие их власти. Мы такое же с этими Рашшинами уже сделали, что они вот это еще проглотят только так. Мы им напишем, что это просто ГОСТ такой невинный. В конце концов, все же подвергается стандартизации и цифровизации. Вот еще и ГОСТик они примут. А пропагандоны еще разъяснят, что тут ничего страшного. Просто приводится в порядок что-то там. То есть это и раньше было. Это же они уже рассказывают об этом. Если нас готовится убивать, и для нас уже рассчитывается, сколько для нас потребуется могил, может быть, нам тоже провести какие-то оперативно-тактические расчеты, чтобы с нами этого не было. Спасибо, Владимир Васильевич. Уважаемые товарищи, напоминаю, в гостях у нас был Владимир Васильевич Квачков, и обсуждали мы с ним ни много ни мало ГОСТ на ваше, наше убийство. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...